Эй, ты! Постой, мужик, постой. Ну что, за сколько дочь продавать будешь? Молодые люди, вы, видимо, что-то напутали. Не, мужик, это ты нас неправильно понял. Если не договоримся, мы у тебя так дочь заберём. И ты её больше никогда не увидишь. Вы не сможете это сделать. Я вам её не отдам. Сейчас мы тебе покажем, что можем. Нет, нет, нет. Я не отдам вам её. Нет, нет. Володя, 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 да проснись. Владимир Павлович был человек спокойный и уравновешенный. Больше всего в жизни он ценил порядок. Но последнее время его стали мучить ночные кошмары и дурное настроение. А кроме того, Владимир Павлович начал замечать странности в поведении своей жены Лидии Сергеевны. В интернете он случайно наткнулся на мой блог и поехал к бабушке за советом. Всё-таки я, честно говоря, думал по-другому. Не, не, не. Даже, может, не сомневаться. Извините. А правду говорят, что эта Нина такая уж ясновидящая и любую проблему решить может? Или это очередная реклама? Баба Нина всем помогает. А ты что, приехал, коль не веришь? Да я так спросить, мало ли. Сейчас мошенников развелось много, может, я время попросту теряю. У мошенников-то, может, и много. А ты думаешь, народ к ней просто так со всей страны съезжается? Ради развлечения? А Владимир кто? Ну, я. Бабушка вас позвать велела. Да что же это такое? Я уже третьего человека вперёд себя пропускаю. Вы меня простите, но я против воли бабнин пойти не могу. А вам она, Маргарита Степановна, просила передать, чтобы вы домой возвращались и мужа ждали. А как он придёт, вы сахар вот этот ему в чай положите, он вам всё и выложит. И вам больше бабнини приезжать не надо. Пойдёмте, Владимир. Бабушка вас ждёт. Здрасте. Садись, Владимир. Рассказывай, что тебя ко мне привело. Вижу, нервничаешь ты сильно. Ну, признаться, я как-то ещё не сформулировал, зачем пришёл. Честно думал... Обратно уехать ты хотел, я знаю. Потому и позвала тебя. Так как, вижу, помощь моя тебе нужна. Да откуда вы знаете? Если вы по поводу разговора, который в дворе был, так вы не подумайте. Я и так просто спросил. Не слушай я чужих разговоров. Не беспокойся. Рассказывай, с чем пришёл. Жизнью своей доволен был всегда. Женат давно. Жену Лиду люблю. Дочка взрослая. Ну, жаловаться вроде бы не на что. Работа хорошая. Но в последнее время что-то происходит. Как-то даже сформулировать не могу. Как-то испортилось всё. На работе куча проблем. Дома атмосфера какая-то неприятная. И вообще по ночам ужасы начали сниться. Я грешным делом подумал, может, меня сглазил кто. Ну, или порчу навёл. Бывает ж такое. Сиди, не дёргайся. Нет на тебе ни сглаза, ни порчи. Но тумана вокруг тебя много. Не зря ты ко мне пришёл. Туман? И что с этим туманом делать? Пока сама не пойму. Аня, принеси мне луковицу. Лук? Спасибо большое. Но у меня этого лука навалом. Два мешка на зиму приготовили. Не для того я тебе лук даю. Возьмёшь эту луковицу и в спальне на подоконник положи. Следи, чтобы не выбросил никто. И через десять дней с этой луковицей ко мне приходи. Я тебе больше тогда сказать смогу. Я думал, вы сразу помогаете всем. Но хорошо, через десять дней приду. Прошло три дня. Луковицу Владимир Павлович положил на подоконник в спальне, как и научила его бабушка. Ай, всё-таки не зря мы купили синтепоновые подушки. Ничего, мне делается как новая. И не прогадали, и сэкономили. А вот я тебе говорила, а ты меня не слушал. Зато теперь не нарадуешься. Ну всё-всё-всё-всё, хорошо-хорошо. Хорошая идея была, ты права. Рита звонила? А что случилось? Она же родителям просто так никогда не звонит. Если только что-нибудь надо. Или денег, или перевезти что-нибудь, или перетащить. Но в основном денег. Да, и сейчас надо. Только не денег. Они с Сашей у себя в квартире ремонт затеяли, а пока у нас хотят пожить. Ты им сказала, что к нам нечего таскаться? Ну как я могла такое сказать? Ну как, обыкновенно. Я и так на работе устаю. Эти ещё будут ходить, шуметь. Это наша дочка. Как не впустить? Дочка. Ну ладно бы она ещё одна. Но она с собой этого упыря притащит. Час от часу не легче. Спустя три дня дочь Владимира Павловича Рита переехала с мужем к родителям. Отец и мать были не очень рады. Они не любили зятя. Ну, что, молодёжь? Какие планы? Уже всё выбрали для ремонта? Ага. Осталось ламинат подобрать. Остальное всё куплено. Рит, вот сколько раз тебе говорят, что мы не будем покупать ламинат. Линолеум дешевле и практичнее. Ну мне не нравится. Я же уже говорила тебе об этом, Саш. Да мало ли что тебе не нравится. Я всегда говорил, что место бабы на кухне. А в остальном с ними без толку советоваться. Саша, я попросил бы тебя не называть мою дочку бабой. Ну и будь с ней, пожалуйста, помягче. Ну вы что, не видите, что она вообще ничего в ремонте не соображает? Ей подороже и покрасивее. Ну это же наша общая квартира. Я сама хочу придумать в ней дизайн. Ну у тебя мозгов не хватит, как ты не поймёшь? Александр, я не позволю хамить моей дочери в моём доме. И вообще, я не допущу здесь разборок ваших. Вот тогда объясните ей, чтобы она не лезла туда, где вообще ничего не понимает. Сашенька, с женщинами надо быть поласковее. Если бы вы нормально свою дочь воспитали бы, таких ситуаций вообще бы не возникало. Родители очень переживали за дочь, но что делать они не знали. Ну что ты всё время её взбиваешь? Она же на синтепоне. По старой привычке. Я привык, что перо слёживается. А потом я нервы успокаиваю таким образом. Я вообще не понимаю, зачем Ритка за него вышла замуж. Полюбила, вот вышла. Зачем ещё замуж выходит? Ну как такого можно полюбить? Ты вообще слышала, как он с ней разговаривает? Грубый, наглый тип. Он ещё смеет в моём доме при мне мою дочь бабой называть. Нет, для Ритки самый лучший выход – это развод. Пока они ещё детей не завели. Что ты такое говоришь? Ну какой развод? Они давно вместе живут, у них семья. Потом знаешь, что ломать не строить, как говорится. Милые бронятся, только тешатся. И потом, ну мы же с тобой не знаем. Может быть, они дома всегда так между собой общаются. И ты считаешь это нормальным? Ну, у каждого своя манера общения. Если Ритке это нравится, пусть она забирает своего урода и идёт к себе. И там устраивает этот балаган. А я у себя этого устраиваю, дома не позволю. Она же наша дочь. Литочка, да что с тобой? Ты последнее время как будто бы не в себе. Ты что, не видишь этот Саша? Оборзел. Ты как мать, как женщина должна поговорить с дочерью и объяснить ей, что и как. Я не буду вмешиваться в её жизнь. И потом она сама меня слушать не станет. А вот это твоё упущение. Ты как мать для дочери должна быть авторитетом. Ах, вот, значит, как. По-твоему, я ещё и плохая мать. Литочка, да что с тобой? Ты какая-то неадекватная в последнее время. То ты плачешь, то ты какую-то чушь несёшь. Да что с тобой? Со мной ничего. Это ты меня не любишь. Ну вот опять чушь. Конечно, люблю. И тебя, и Риту. Просто я очень за неё переживаю. Поэтому и нервничаю. Хватит плакать. Успокойся. Иди ко мне. Иди ко мне. Прошло ещё четыре дня. Рита с мужем по-прежнему жили у родителей. Ты что себе позволяешь, щенок? Не лезьте у них своё дело. Что значит не лезьте? Это дочь моя. Ну пошёл отсюда. Не надо меня прогонять, я сам уйду. Вы лучше со своей дочкой разберитесь. А то воспитали трепушку. Что ты сказал? Как ты смеешь так говорить? Я не позволю тебе оскорблять мою дочь. Знаете, мне плевать. Я ухожу и подаю на развод. Пап, не сошел, не в себе. Подожди, Рита. Дай мужики разберутся. И чем тебе моя дочь не угодила? Не собираюсь я с вами разбираться. Вы лучше сами у неё спросите. Пусть папой поделится. Я лучше пойду, но вещи соберу. Больше вашей семьи я оставаться не намерен. Достало. Владимир Павлович руководил большим отделом. Иногда работы было так много, что сделать всё в офисе он не успевал. И тогда Владимир Павлович работал дома. Часто к нему присоединялся и его заместитель Юрий. Ну всё, вроде разобрались. Разобрались-то разобрались. Только, Юр, посмотри, как в этом месяце прибыль упала. Надо что-то решать. Надо. Только давай до завтра. Что-то я так устал сегодня, голова уже совсем не соображает. Ну да, ты прав, поздно. Надо отдыхать. А где Лидия? А они с дочкой по магазинам поехали. Стресс снимать. Как-то поздновато для магазинов. Ну а что, торговые комплексы работают допоздна, пусть развеются. А что у неё случилось? А я тебе не рассказывал. Рита с мужем разводится. Но я, честно говоря, рад. Он у неё такой урод, как их поискать. Один плюс, зарабатывает хорошо. Но вот, видимо, из-за денег она и вытерпела. Но ничего, найдёт себе лучше. Она у меня красавица. Да, дочка у тебя шикарная. Одна точно не останется. Какие её годы? Главное, чтоб хуже не привела. А то приведёт такого, что бывший мне золотом покажется. Брось, не приведёт. О, Юра, привет. Давно у нас? Сейчас сумки разберу, накормлю у вас, наверное. Колодные, сработали. Всё в порядке. Мы с Володей поели, и мне уже уходить пора. Ну вот, даже не поболтали. Пойдём, хоть провожу тебя. Ну, до завтра. Счастливо. Ну, заезжай к нам почаще, Юр. Да я у вас и так чаще, чем у себя дома бываю. Ну вот и хорошо. Мы гостей любим, ты же знаешь. Ну, что мы завтра, Лид? Как договаривались? Я волнуюсь. Как договаривались. Не волнуйся. Всё будет хорошо. Завтра в четыре жду тебя на Первомайской. Дом пятнадцать. Помнишь? Хорошо, хорошо. Я приеду. Всё. Пока. На следующий день Владимир Павлович решил проследить за женой. Ровно в четыре он был на улице, где Юрий должен был встретиться с Лидией Сергеевной. Владимир Павлович сразу увидел жену и своего заместителя. Они действительно были вместе. Владимир не знал, что и думать. Его худшие опасения подтвердились. Я многое в жизни видел. Всё представить себе могу. Но чтобы моя жена, моя Лида, мне с моим замом изменять стала, я даже подумать об этом не мог. Какая подлость. Я же им доверял, как себе. Юра, как моя правая рука, на работе лучшего зама не найти. С Лидой жизнь прожили. Плечом к плечу. Что теперь делать, не представляю. Ты луковицу принёс, что я тебе давала? А я, да, лук принёс. Вот это да. Ниже я супружеской неверности не изменяла тебе, жена. Да как не видите? Я же своими глазами это видел. Ты видел только то, что сам себе выдумал. Придёт время, жена сама тебе всё расскажет. А если ты её раньше времени пытать начнёшь, да правду рыть будешь, то совсем жену потерять сможешь. Что ж, я должен сидеть и ждать, пока она мне рога наставляет. Нет, я сам всё решу. И ничего ждать не буду. Поступай, как знаешь. Я тебе сказала, что вижу, решать тебе. И яблок сроду не любила. Владимир Павлович не понимал, что связывает его жену и Юрия. И решил выяснить это сам. Но показывать своему заму, что он знает о его отношениях с Лидией Сергеевной, Владимир Павлович не хотел. Ты о чём? Да ты не прикидывайся. Я всё знаю. Что, на молоденьких потянуло? Ты что такое говоришь-то? Нет у меня ничего с Юрием. Ты что, и друг? Это мой заместитель. Бывший. Ты меня за нос не води. Я своими глазами видел, как вы ворковали. И куда вы ходили? В гостиницу? Или куда сейчас модно ходить с любовниками спать? После твоих слов я вообще не собираюсь тебе ничего объяснять. Как ты мог такое про меня подумать? А что? Что я должен был думать, если я своими глазами видел ваши шуры-муры? И давно вы мне рога наставляете. Лидии Сергеевне стало плохо, и её положили в больницу. Владимир Павлович был так зол на жену, что не стал даже навещать её. Он всерьёз подумывал о разводе. Простить супруги измену он не мог. К мужейку своему решила вернуться? Это не я собираюсь, это ты. С какой-то стати. Совсем оборзела. Отца из дома выставлять. Папочка, я тебя не выставляю. Просто лучше, если ты пока у меня в квартире поживёшь. С какой-то стати. Я не собираюсь нигде жить. У меня здесь дом. И вообще, что ты за меня всё решил, и меня не спросив? Мама на днях из больницы выписывала. И врачи говорят, что ей покой нужен. А ты? Нервы трепать будешь своей ревностью. Вдруг она снова в больницу попадёт. Так что поживите вы лучше раздельно. Тем более, пока есть где жить. А то Саша нашу квартиру продавать решил. Мы её вместе покупали, а теперь он двигать будем. Рита, не собираюсь я матери нервы трепать. Пусть только объяснится. Большего я от неё не требую. Давай договоримся с тобой. Пусть мама отдохнёт. А как ей лучше станет, я тебе позвоню. Ты придёшь, и вы всё обсудите. Прошла неделя. Владимир Павлович жил в квартире дочери один. Там он принял взвешенное решение, всё же помириться с женой. Я многое обдумал. В общем, ты прости меня, старого болвана ревнивого. Я много передумал. Понапридумал себе всякой глупости. Привет, Павлов. Вот оно как. Я вижу, ты здесь не скучаешь. Время даром не тратишь. Володя, ты всё... Я понял, почему меня из дома выгнали. Обалдеть. Меня все кругом предали. И жена, и дочь, и зам. Ах, не ожидал. Молодцы. Браво. Володя, успокойся и выслушай супругу. Володя, ты всё опять не так... Стоп, стоп, стоп. Я даже и слушать не хочу этот бред. Я, пожалуй, пойду. Ты, Лида, не переживай. Я на развод сам подам. Ну, честно говоря, даже не знаю, зачем я к вам пришёл. Ноги сами прямо принесли. Всё ясно, жена мне изменяет. Они с Юрой в нашей квартире живут. Ну, ничего, ничего. Я это так не оставлю. Я им устрою. Юру в порошок сотру. Ну, для начала уволю. А Лиду... Не прощу никогда. Умерла она для меня. Не совсем всё так, как тебе кажется. Вместе они, да не вместе. Ты бы прежде, чем решение принимать, с женой поговорил. Да о чём с ней разговаривать? Ну, дело твоё. Можешь и дальше в тумане жить. Но если с женой разговор затеешь, ты прежде, чем её о чём-то спросить, перо из подушки достань. Тогда разговор мягче пойдёт. Да откуда у нас всё подушка на синтепоне? Сейчас искусственный наполнитель гораздо практичнее, чем это пух и перо. Значит, в этом всё дело. В подушках. В подушках? Вот в подушках. Неужели о примете не знал? Если спать на подушке, которая не пухом да пером набита, а чем-то другим, то разные неожиданности в жизни случиться могут. Вот так и у вас всё произошло. Эта жена в прошлом году решила поменять. Паксы купили на синтепоне, нарадоваться не могли. Теперь знать будешь, что нельзя на них спать. А с женой поговори. Хоть раз моего совета послушай. Потом сам всю жизнь благодарить будешь. Ну, не знаю. Мне тоже не хотелось бы всё разрушать. Ладно. Пойду я. Спасибо вам. Владимир Павлович решил, скрипя сердце, поступить так, как советовала ему бабушка и поехал к жене. Здравствуй, Володя. Я пришёл сказать, что документы на развод я подал. Ты будь любезна, сходи, поставь подпись, что ты не против. Хорошо. Ты только за этим сюда и пришёл. Мог бы позвонить. Что хотел спросить. Скажи, чем Юрий лучше меня оказался? Я тут краем уха вашего разговора слышала. Папа, ты что, решил, что мама с Юрой? Ты серьёзно? Ну, ты даёшь. А что ты так улыбаешься? Что, не так, что ли? Ну, конечно, нет. Это я с Юрой встречаюсь. Уже давно. Просто мы боялись тебе говорить, не знали, как ты отреагируешь. Ты думаешь, почему от меня Саша ушёл? Юра за мной ухаживать начал, и сначала я на него внимание не обращала, а потом мне тоже понравилось. Ну и... Ну и всё завертелось. Хорошо. А ты, Лида, с Юрой куда вместе ходили? Я же за вами проследил. Я же видел, как вы из какого-то дома на Первомайской вместе выходите. В этом здании находится частная женская консультация. И что? И зачем тебя Юра туда сопровождал? Папа, ну ты чего не понимаешь? Нет, проясни. У Юры сестра крутой гинеколог. И мама у неё беременность наблюдает. Это она её убедила ребёнка сохранить. Ребёнка? Какого ребёнка? Присядь. Беременна я, Володя. Знала, что ты мне не поверишь, что ребёнок от тебя. Вот генетический тест сделал. Лида. Юрий и Рита вскоре поженились. Они живут душа в душу. А Лидия Сергеевна в положенный срок родила здоровую девочку. Владимир Павлович назвал дочь Ниной. Бабушка говорит, что если ваша подушка не пухом и пером набита, а чем-то другим, то разные сюрпризы ждать можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова